Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то, что, к сожалению, не смогли обсудить в среду. По техническим проблемам у нас не стояла запись видео, поэтому мы обсудим и сплит акций компании Tesla, и заявление России о вакцине. Также обсудим сегодня падение акций компании Cisco, то, что S&P 500 стоит у локальных максимумов и не может его преодолеть, ну и многие другие вещи, которые сейчас влияют на рынок. Поэтому всем добрый день и напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, начнем мы с тех вещей, которые важны сегодня. Вчера в четверг был, скажем так, сотый день восстановительного движения S&P 500 с 23 марта. Сейчас, как мы с вами видим, и я предлагаю также быстро взглянуть на график, прежде чем мы перейдем как раз к обсуждению всех инструментов, но так как мы говорим о S&P 500, сейчас мы видим то, что уже практически третью торговую сессию мы стоим у локальных максимумов и не может S&P 500 двинуться дальше, чтобы не преодолеть уже исторические максимумы, которые были зафиксированы как раз в феврале этого года. Много факторов на это влияет. В первую очередь, фактически весь позитив, который был от отчетности компаний, от вакцины пока на текущий момент, от стимулирующих мер, он уже исчерпан рынком. И вот пока республиканцы с демократами не могут все еще договориться о новом пакете стимулирующих мер, они уже как бы неделю на каникулах, но пока этих договоренностей не произошло. У нас остается пятница, посмотрим, смогут ли они это сделать и даст ли это нового позитива для продолжения роста. Потому что сейчас уже все топливо, которое было, оно уже учтено рынком, но его не хватает, чтобы переписать локальный максимум. Вполне вероятно, что от текущих уровней мы можем увидеть и коррекцию, особенно если сегодня в пятницу мы пробиваем минимум, который был зафиксирован в четверг, то, вероятно, коррекция по S&P 500 у нас начнется. Будет ли она долго или нет, ну будем смотреть дальше. Также из важных событий, которые на этой неделе, ну в принципе на прошлой неделе у нас были, в течение этой недели прошли, Тесла завела о том, что будет дробление акций 1 к 5, то есть за одну акцию дадут 5 акций. Планируется, что данная процедура будет завершена к 31 августа. Ну конечно, сейчас опять Тесла на локальных максимумах и чтобы подогреть как раз интерес инвесторов к покупке этих акций, то есть акции будут стоить уже в районе там 400 долларов, этот шаг собственно и делается. Ну тренд задал Apple, пару недель назад тоже они об этом сообщили и вполне возможно, что и Google, и Amazon последуют этому примеру и начнут дробить свои акции, чтобы привлекать все больше и больше инвесторов. Ну как мы обсуждали, подобные заявления они не дают каких-то предпосылок именно для роста, да, то есть с точки зрения самого дробления, но новый приток капитала, безусловно, к этому может привести. Также из событий прошлой, из событий этой недели тоже важно отметить, это данные по Великобритании. Мы видели рекордно низкие данные, которые были опубликованы в начале этой недели, минус 21, минус 20 процентов были опубликованы данные. То есть это худший показатель, опять же за последние несколько десятков лет. 2008 год был в районе там 4 процентов, а сейчас мы видим также крайне негативные данные. Я напомню, что на прошлой неделе вышли негативные данные по США, которые оказались тоже рекордными за последние там порядка 70 лет. И в том числе сейчас та же самая ситуация с британской валютой, ну с британской экономикой. Фактически мы с вами видим то, что рынки на максимумах, рынки растут, но все больше и больше негатива появляется, который говорит как раз против вот данных заявлений и данной ситуации. Ну давайте немножко поговорим о позитивных вещах, которые сейчас тоже, безусловно, важны. Не так давно Россия заявила о том, что первая вакцина от коронавируса создана. Вакцина получила название «Спутник» и протестирована на людях, которые эту вакцину собственно разрабатывали, на военных. Ну и собственно дочь президента России Владимира Путина тоже на себе это опробовала. Уже много ученых высказали свои сомнения по поводу данной вакцины. Многие страны отказались ее использовать. Посмотрим, какое продолжение получит это развитие. Но, безусловно, ключевые компании, как Moderna, Pfizer продолжают свои разработки. И, конечно, эти разработки получат больше подтверждения общественности, как и в США, так и в Европе. Поэтому сейчас пока большую ставку на вакцину в России не делают, потому что очень много сомнений как раз по поводу производителей именно этой вакцины. Еще одна очень интересная статистика, которую я хотел с вами поделиться и обсудить, это коронавирус. То есть то, что мы не обсуждали довольно-таки давно. Но сейчас уже несколько недель, несколько дней идет снижение зараженных случаев. И информация, которая предоставлена на портале LPL Research, она также дает информацию о том, что идет планомерное восстановление. И вот как раз мы с вами смотрели эту статистику, может быть, месяц назад, может быть, два месяца назад. Но вот сейчас мы еще раз к ней возвращаемся. Очень интересная как раз приводится информация, которая дает понимание о том, что люди, ну вот простые люди, то есть здесь не идет речь о компаниях или еще о ком-то, а вот именно о том, как в текущий момент люди продолжают переживать последствия коронавируса. Здесь, например, приводится статистика по запросам именно на картах, то есть картах Apple, которые, когда люди куда-то выезжают, то есть они вбивают координаты и планируют куда-то поехать. То есть в период как раз марта этот показатель был на рекордно низких значениях, потом он начал планомерно восстановиться. Сейчас мы видим то, что эта информация тоже, вот эти запросы, они постепенно увеличиваются, что говорит о том, что люди стали ездить примерно столько же, сколько и в начале марта, даже чуть больше. И эти цифры постепенно восстанавливаются. Количество обедов в ресторанах. То есть мы с вами видим то, что начиная с марта до мая, то есть это спад был практически 100%, никто не обедал, рестораны были закрыты. Опять же, эти данные по США сейчас мы видим планомерное восстановление. То есть, конечно, мы еще не вернулись к тем уровням, которые были в марте, но постепенно к этому идем. И, соответственно, много вот этой информации, которая сейчас публикуется, она дает некоторый позитив с точки зрения потребителей. Но мы не видим, к сожалению, позитива с точки зрения экономик. Также вчера были опубликованы данные по компании Cisco. Тоже довольно-таки очень интересная ситуация. Сейчас я думаю, что мы с вами тоже можем быстро посмотреть эту компанию и двинуться уже к основным инструментам, которые мы с вами разбираем в ходе обычных наших выпусков. Давайте посмотрим, откроем график и сделаем дневной таймфрейм. То есть, компания Cisco отчиталась вчера и до открытия рынка. Поэтому отчет был до как раз вчерашней торговой сессии. Отчет не понравился инвесторам, не понравился рынкам. И мы увидели снижение на порядке 10% до отминки 42.69. В принципе, опять же, компания Cisco является довольно-таки хорошей компанией. Мы, кстати, обсуждали эту компанию тоже на нашем подкасте. Ссылочка будет в описании к этому видео. И важно отметить то, что подобные распродажи, опять же, бывают на рынке не так часто. И вполне вероятно, что это тоже может быть одной из возможностей как раз купить хорошую компанию по хорошей цене. Да, хоть мы и видим нисходящий тренд начиная с 2019 года. Но, тем не менее, компания пока все еще остается хорошей. Вот это падение, оно дополнительно ускорилось как раз на уже тех негативных вещах, которые были в марте. То есть мы фактически видели коррекцию в 2019 году. Сейчас акция торгуется по 42, локальный максимум был по 58. Но я лично для себя сделаю более подробный как раз ресерч по данной компании. Возможно, добавлю как раз ее в свой портфель. То есть как раз я продолжаю искать компании, которые падают на плохих отчетах, которые плохие. То есть мы с вами понимаем, почему они плохие, из-за текущей ситуации. Но компании, которые исторически сильные, которые могут восстановиться и, собственно, продолжить данный рост. Ну а теперь давайте посмотрим с точки зрения текущей ситуации, что у нас происходит на рынках и что мы можем ожидать в ближайшее время. По евро мы видели последние две торговых сессии рост. То есть попытка восстановительного движения она была. Не самый интересный уровень для входа на покупку. Поэтому здесь с текущих цен в рынок я не заходил. То есть здесь я ожидаю все-таки более затяжную коррекцию, которую в ближайшее время может произойти. Тогда уже буду покупать. Ну, по крайней мере, по евро. Поэтому здесь позиции я не открывал. Но с точки зрения часового таймфрейма мы с вами видим то, что вчера цена смогла закрепиться выше максимума, который мы видели 11 и 12 августа. Что у нас фактически переводит в фазу роста. Но, опять же, для меня уровни для входа не самые интересные. Поэтому данный вход я пропускаю. И здесь для себя я покупки не рассматриваю. Но в целом, с точки зрения часового таймфрейма, мы видим переход в формацию уже роста. По британской валюте также вчера мы видели обновление локального максимума. Но вчера цена смогла закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы 12 числа. Но если посмотреть дневной таймфрейм, опять же, коррекция была, ну, наверное, не столь... То есть, все равно цена еще слишком высока для того, чтобы заходить. Поэтому, опять же, по данной валютной паре тоже сделки я для себя пропускаю. И пока их не рассматриваю. Вполне вероятно, что коррекция еще может продолжиться. Если, опять же, мы увидим коррекцию, например, по S&P 500, которая может, как мы с вами обсуждали, может начаться сегодня. То есть, сегодня такой переломный день. То есть, вот тот, наверное, позитив, который хотелось бы рынкам дать, он, наверное, должен быть сегодня. Чтобы мы увидели обновление локального максимума и получили возможные предпосылки и позитив для продолжения роста. Если мы его не увидим, скорее всего, мы можем перейти вновь в фазу коррекции по S&P 500. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь у нас реализовался тот сценарий, который мы говорили в начале недели. Была коррекция, но, к сожалению, до моего отложенного ордера цена не дошла. То есть, она была не для моего входа, но, в целом, сценарий реализовался. Дошли до цели минимальное значение 5 августа. И, собственно, с точки зрения новых идей, то есть, я буду рассматривать только после коррекции. То есть, следующий возраст уже в область 1.3373. Если, опять же, будут хорошие точки для входа, буду входить по тренду. То есть, сейчас пока контртрендово работать не буду. Вот пара американский доллар и японская иена сейчас выглядит довольно-таки интересно. Опять же, с точки зрения продолжения тех трендов, которые были, тех тенденций, которые сейчас на рынках формируются, валютная пара перекуплена. И сейчас, вот с текущих уровней, неплохо бы поискать продажи. То есть, если рынок даст войти в сел, то я для себя эту возможность тоже рассмотрю. Но для того, чтобы как раз получить данный сигнал для входа, мне необходимо увидеть обновление минимальной значения четверга, то есть, вчерашней торговой сессии. И тогда здесь я для себя продажу уже рассмотрю. Сейчас, на текущий момент, сигнала пока нет. Рост продолжается. Поэтому пока мы остаемся наблюдать за данной валютной парой. Вполне вероятно, что сегодня или в понедельник сигнал здесь появится. Пара австралийский доллар, американский доллар скорректировались к уровню поддержки. Довольно-таки неплохой был сигнал тоже на продолжение роста. Но пока сейчас, с точки зрения часового таймфрейма, мы не начали расти. Поэтому сейчас пока остаются предпосылки, как раз, продолжения еще нисходящего движения. Вполне вероятно, что еще одну волну снижения здесь мы увидим. И после этого уже будем искать новые возможности для покупок. То есть мы пока предполагали, но рынок пока не подтвердил вот это движение вверх. То есть мы вчера пытались, вот если посмотреть по максимуму, которые были 12 августа, мы пытались вчера закрепиться выше данного уровня, но видели только проколы и к концу торговой сессии мы упали. Поэтому сейчас вероятность еще одного снижения здесь остается. И в покупке здесь я тоже пока не захожу. По Новозеландцу. Также здесь ситуация тоже выглядит довольно-таки интересно. Есть возможность перезайти по более интересным ценам. Опять же, та сделка, которую я открывал в начале этой недели, закрылась по стоп-лоссу. И сейчас мы видим, что опять же стоп-лосс был в данном случае, безусловно, оправдан. Цена обновила локальные минимумы. И сегодня тоже локальный минимум обновлен. То есть нисходящее движение продолжается. Но мы получили новые уровни. То есть все-таки общий тренд сохраняется восходящий. Сейчас довольно-таки интересные цены для продолжения роста. Поэтому наблюдаем за новозеландцем, как закрывается торговая сессия сегодня. И что более важно, как начнется торговаться в понедельник. И если в понедельник будут хорошие уровни для входа, то вполне вероятно, что опять же еще одну попытку войти на покупки здесь по новозеландцу я для себя рассмотрю. Поэтому новозеландец тоже в фокусе моего внимания. Золото завершает ту коррекцию, то стремительное падение, которое было от локальных максимумов. Фактически сейчас с точки зрения числа от амфрэма мы видим продолжение роста. Но как стремительно падали, так и 12 августа стремительно восстанавливались. К сожалению, здесь не было каких-то хороших уровней для входа на покупку. По крайней мере, с точки зрения моего подхода и моих рисков. Потому что золото довольно-таки дорогой инструмент. И здесь работает очень более точный вход нам нужен. То есть вчера, если бы мы скорректировались где-то в область 1897, то есть вот оттуда было бы интересно зайти. Но так как этого не было, фактически с текущих уровней продолжается восходящее движение. Поэтому в целом золото опять вызывает интерес, особенно после такого падения. Сейчас тенденция по золоту к росту как раз продолжается. Индекс DAX. Индекс DAX пока далековато от локальных максимумов, которые мы видели в прошлом месяце. Еще чуть дальше от исторических максимумов. Поэтому по DAX тоже остаются неплохие перспективы для продолжения роста. Но опять же с коррекцией. То есть сейчас движение, которое мы рассматривали как интересные точки для входа в начале августа. То есть уже потенциал он был реализован. Поэтому здесь ждем еще одной волны коррекции. После этого уже рассматриваем ситуацию для входа на как раз продолжение. То есть примерно из области 12295 было бы интересно как разойти, но не по текущим ценам уж точно. По S&P. Ну собственно ждем сегодняшнего дня. То есть как мы видим мы стоим довольно-таки близко. То есть там менее 1%. То есть это вот такой психологический уровень, психологический барьер, который сейчас есть у рынка. Который нужно преодолеть, чтобы увидеть дальнейший рост. Но вполне вероятно, что мы здесь можем увидеть волну коррекции. И вот с этой коррекцией будем заходить уже непосредственно в рост. Сейчас на премаркете по S&P 500 мы видим небольшое снижение. То есть после открытия рынка, если обновляем локальный минимум, то ожидаем волну коррекции. То есть волну снижений. И вот по завершению этой волны ищем возможности закупиться по S&P 500 уже когда эта коррекция завершится. Ну а нефть ни шатка, ни валка продолжает планомерно расти. И с точки зрения часового таймфрейма здесь мы видим небольшой боковик в течение последней торговой сессии. Ну собственно пока здесь ничего интересного. Но вполне вероятно, что коррекция по нефти тоже может сформироваться. Ну вот к текущему часу, к текущему дню такая ситуация. Обсудили все важные события, которые были на рынке. Если о чем-то не поговорили, напишите об этом в комментариях. Мы продолжим там. Ну а так всем желаю хорошего в завершении торговой недели. Хорошего дня. И увидимся с вами уже в понедельник. И посмотрим, что продолжает появляться на рынках интересного. И какие ситуации можно использовать для продолжения торговли. Всем желаю хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание. И до свидания. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео.